Привет, друзья! Мой небольшой ролик о башне компонентов Technics взбудоражил умы и сердца моих зрителей, хотя в нем не прозвучало ни единого слова. На сегодняшний день его посмотрели более четверти миллиона раз. Классно завернул, да? Это просто 250 тысяч. Это пока не абсолютный рекорд. Этот ролик у меня на втором месте по количеству просмотров после ролика о башне компонентов Akai. Кроме того, мне оставили массу диаметрально противоположных комментариев. Думаю, что настало время разобраться с этой башней и понять, что же в ней такого интересного. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать некоторых знатоков, выпускников физмата, выдающихся инженеров и обладателей ученой степени Гарварда. Например, Красиво, понтово, но, увы, к серьезному аудио не относится. Когда уже люди поймут, что это все балалайки? Или такое Как это возможно, что на усилитель ставят какую-либо аппаратуру? Закрываются верхние щели для свободного теплоотвода. Такое решение не одобряю. Или Спасибо, друзья, за вашу любовь и обожание. Почитаем еще другие отзывы. Дружище, в 90-х годах у меня был Йоркс. А за такую систему я бы убил, не раздумывая. Ну, убивать это грех. А вот понять, чем такая система могла приглянуться, мы попробуем разобраться. Попытаемся, во всяком случае. Итак, что же тут такого? По-моему, ответ очевиден. Главная фишка – подход все в одном. И возможность проигрывать практически все доступные на тот момент носители звукового материала. Не забываем, речь идет о 1991 годе. Тут вам и радио, и кассетник, и вертушка для виниловых пластинок, и проигрыватель только-только появившихся компакт-дисков. Причем не просто проигрыватель, а 5-дисковый чейнджер в 1991 году. Да, этот комплект выпускался примерно в 1990-91 годах. А теперь признавайтесь, в каком году вы впервые поддержали в руках компакт-диск? Плюс немыслимое дело. Космические технологии прямо у себя в доме. Пульт дистанционного управления в комплекте. Также немелкого вида колонки. И, разумеется, в комплекте тумба. Все вместе это составляло внушительный ансамбль в единой стилистике, который одним своим видом уже внушал респект и уважуху, и обещал, пусть если и не самый достоверный, но достаточно громкий звук уж точно. Серьезно? А давайте посмотрим. Итак, подходим к тумбе, включаемся. Обратите внимание, всю тумбу можно запитать одной кнопкой, а именно кнопкой включения питания тюнера. Да, тюнера. Поскольку тюнер находится достаточно высоко, такой метод включения и выключения довольно удобен. При подаче питания включается усилитель, 5-дисковый чейнджер делает тестовый прогон и можно запускать на воспроизведение какой-то компонент. Ну, например, пусть это будет кассетник. А теперь мы будем двигаться сверху вниз, рассматривая детально каждый компонент. Начнем с вертушки. Модель Technics SL-B200. Ничего общего с легендарными вертушками Technics, эта дешевенькая пластиковая игрушка за сотню долларов не имеет. Впрочем, все, что должно быть у взрослых проигрывателей винила, у нее имеется. Ременной привод, микролифт, две скорости, стробоскоп, автовозврат довольно изящного тонарма и регулировка скорости вращения стола. Можно отметить, не совсем удобное размещение вертушки в тумбе, но именно так было задумано проектировщиками этого комплекта. А вот и тюнер Technics STK50. Я не буду говорить, что это обычный AM-FM стерео тюнер с вполне понятным функционалом и памятью на 24 станции. Тут интересно другое. Тюнер включается в розетку, а уже с тюнера запитывается усилитель. Жесть, да? Таким образом, включение тюнера запускает все компоненты башни. Кассетник. Двухкассетная дека Technics RS-TR-157. Причем, кассета слева могла воспроизводиться и записываться в обе стороны. Ручной уровень записи, система шумоподавления, долби, все нужные в хозяйстве системы на месте. А кассета справа могла только проигрываться. Кому интересно, у меня выходил более подробный обзор на эту деку. Ссылка на этот обзор сейчас где-то появится. Сердце и мозг всего комплекта. Это полный усилитель Technics SU-G50. Эффективный диапазон частот от 40 до 20 тысяч Гц. Усилитель промаркирован как New Class A. Так помечались усилители, в которых неработающий транзистор в двухтактном усилителе не входил в режим отсечки. Считалось, что это позволяло избавиться от коммутационных искажений и являлось попыткой улучшить традиционный класс АБ. На борту усилителя были размещены охлаждающие вентиляторы, которые включались термостатом при продолжительной работе под нагрузкой. Кстати, из всех усилителей, которые у меня побывали, именно усилители, это единственные, у кого есть вентиляторы. Впрочем, вентиляторы это обычная вещь для ресиверов, а вот в усилителях я их видел мало. На борту модный многоцветный дисплей, модный для тех лет, конечно. Возможность подключения видеомагнитофона и при этом, увы, дешевенькие пластиковые ручки регуляторов. Мощность до 95 Вт на канал при 4-хомной нагрузке. Достаточно для первых восторгов, не так ли? Пятидисковый CD-плеер Technics SL-PC14. Одна из дешевых моделей, но уже имела на борту систему MASH. За красивой аббревиатурой скрывается однобитный ЦАП, построенный на методе широтной импульсной модуляции. Этот пятидисковый чейнджер обладал базовым функционалом, зачаточными функциями программирования плейлиста и тоже управлялся пультом, как и другие компоненты. Сверху у него еще была пластиковая прозрачная крышка, наподобие тех, которыми снабжаются проигрыватели виниловых дисков, но, судя по всему, она была утеряна. Отдельно хочу рассказать про пульт дистанционного управления. По эргономике никаких вопросов нет. Это, собственно, довольно простой пульт без всякой подсветки, но при этом важные кнопки. У них тут есть такие небольшие выступы, пупырышки на кнопках, поэтому кнопки громкости довольно легко нащупать в темноте, никаких проблем. Но, что интересно, характерная особенность этого пульта в том, что этот пульт управляет как бы всеми компонентами этой башни. Но функции, которые можно включать и выключать с этого пульта, здесь довольно ограничены. Например, можно переключиться на тюнер, но переключать станции можно только те, которые есть в памяти. И это, собственно, все. Но зато здесь есть управление совместимым телевизором, который в состав этой тумбы совершенно не входит. И точно так же не входит в состав сюда и видеомагнитофон. Но основными функциями видика можно тоже управлять. То есть вот тут есть VCR, Play и Stop. Что я хочу сказать, даже в таком усеченном варианте наличие пульта – это очень приятный бонус. Колонки Technics SBA31. Если верить шильдику, как и тумба, сделанная не в Канаде. Удивительно. Это трехполосная АЭС с малозаглушенным и гудящим корпусом. Впрочем, мы набили корпус специальным наполнителем, и колонки стали звучать гораздо собраннее. На борту имеется элегантно отделанный шикарнейшим пластиком фазоинвертор. Провода подключаются через хлипкие пружинные клеммы. Немного характеристик. Сопротивление 8 Ом. Диапазон частот от 48 до 20000 Гц. Чувствительность 91 дБ. Максимальная мощность 200 Вт. Не знаю, захотим ли мы подавать на них полноценное 200 Вт, но громкость для школьников достаточная. Друзья, самое интересное и самое любопытное у нас находится с задней стороны этой тумбы. Здесь мы можем видеть все задние панели аппаратов, составляющих этот комплекс. И здесь находится огромное количество находок, которых я раньше вообще в другой технике вообще не видел. Поэтому мы сейчас сосредоточимся на некоторых деталях задней панели. И начну я с самого низа. Там тоже все интересно. Итак, сейчас в кадре у нас тумба. Мы видим здесь небольшую серую панель. Я приделал эту панель сам, чтобы поставить эту тумбу на ролики. Ролики это практичная вещь, особенно для перемещения тумбы по комнате. Потому что она довольно тяжелая. Если нужно переставить куда-то, то на роликах это все гораздо проще. Теперь смотрим дальше. Тут у меня немножко провода. Они очень хорошо организованы. Но здесь у нас скрывается одна очень интересная деталь. Здесь за проводами у нас находится шильдик. И чтобы здесь видим, это на самом деле очень интересно. Мы здесь видим, что маркировка торговой марки Техникс. Но самое интересное это то, что сделана она в Канаде. То есть торговая марка Техникс имела производственные площади в Канаде, где, собственно, и была изготовлена эта тумба. Я про такое международное разделение труда не знал. Сейчас чуть пониже посмотрим. Там у нас есть вот круглое отверстие. За этим круглым отверстием скрывается 5-дисковый чейнджер компакт-дисков. То есть он находится там в самом низу. Как видим, широко используется довольно дешевое материалы здесь. Но сами стенки достаточно прочные, чтобы удержать тяжесть, собственно, всей этой техники. Так, а дальше мы рассмотрим в деталях заднюю панель усилителя. Первая вещь, которая здесь бросается в глаза, это принудительная вентиляция. Внушительный вентилятор. Под ним находится довольно интересная характерная вещь. Два провода, которые уходят на другие компоненты, это для использования пульта дистанционного управления. Несмотря на то, что компонентами здесь можно управлять пультом дистанционного управления, приемники ИК-сигналов, инфракрасных сигналов имеются только на одном аппарате. Несмотря на свою простоту, и, в общем-то, это одна из самых бюджетных моделей, вообще вся эта линейка, здесь, как видим, этот усилитель можно подключать в разрыв. То есть, если есть что-то более мощное, более интересное, этот усилитель можно использовать или в качестве оконечного, или предварительного усилителя, или просто включить туда эквалайзер, кому нравится. Техника японская. Здесь у нас все об этом написано. Жалко. Ага, да, вот, совершенно точно. Made in Japan. Здесь не тюнер запитывается от усилителя, а наоборот, усилитель запитывается от тюнера. Вот посмотрите, какая вилка идет вот сюда. У нас усилитель включается от тюнера. И это так предусмотрено конструкцией. Видите? Тут написано, вон, стрелка написана. Two Amp. Я впервые такое вижу, чтобы питание подавалось от тюнера на усилитель. Ну, тут много таких интересных чудес разных. Сейчас мы посмотрим остальное. Итак, мы все еще рассматриваем усилитель. Как видим, здесь можно подключить две пары колонок. Вот они там и подключены. Порты для подключения колонок дешевенькие, пружинные. Ну, это такая особенность всей этой линейки. Она очень бюджетная. Здесь, как видим, это уже 90-е годы. И это отражено в том, какие источники можно подключать. Здесь мы видим, что у нас есть уже входы и выходы для видеомагнитофонов. По какой-то причине перестали тут подписывать как дополнительный AUX. А вот зато есть видеомагнитофон 1 и видеомагнитофон 2. Тумба штатно поставлялась вот с такими вот коротенькими. Сейчас покажу получше. Вот с такими вот коротенькими RCA проводами. То есть, не стали они тут делать длинное, чтобы ничего не болталось. А вот именно такие коротыши. Теперь плавно поднимаемся выше и смотрим на наш кассетник. От кассетника можно запитать другое устройство. Это тоже как-то очень странно. Также видим, что кассетник тоже сделан в Японии. Все как положено. Теперь, помимо всем понятных разъемов, здесь есть еще три разъема. Гнездо для подключения кабеля, по которому приходят команды с пульта дистанционного управления. А отсюда они уходят дальше. И именно этот подключается на CD-ченджер. Вот это гнездо для синхронного включения ченджера компакт-дисков и этой деки для записи. У меня этот провод отсутствует. Точнее, он где-то есть, но я его не подключал. Теперь плавно перемещаемся к тюнеру. Так, у тюнера тут огромное количество разных гнезд, разных подключений. Можно подключить разнообразнейшие антенны, заземление. Это выход на усилитель. Ну и здесь знакомый нам уже провод для подачи команд дистанционного управления. Ну и опять же, курьезный совершенно случай, о котором я говорил. Вот это провод, который, собственно, подключается в розетку, в стену. И к этому тюнеру подключается наш усилитель. То есть, от тюнера питание идет на усилитель. Так задумана эта башня. Еще интересная деталь. Значит, здесь к самой тумбе прикреплена антенна. У нее там есть штатное крепление. То есть, вот она вот таким вот образом потом отводится. AM диапазон. Довольно остроумно придумана. Она тут легко снимается. В общем, я тоже такое впервые вижу, честно говоря. Последнее, что у нас тут осталось. Проигрыватель виниловых дисков. Ну, тут мало чего интересного. Все, что мы здесь видим, это выход на усилитель сигнала. И, собственно, на этом все. Ну, и провод питания. Питание тоже подключается к усилителю. Чтобы одной кнопкой сразу запитать всю башню. Еще несколько общих видов. Просто, чтобы понять, как тут все скомпоновано. Общее качество изготовления так себе. Виниловая пленка кое-где отслоилась. Я ее уже во многих местах приклеил назад. Но еще тут предстоит работа. Итак, друзья. Имеет ли смысл тут говорить о достоинствах и недостатках? Вряд ли. Чтобы окончательно добить сомнения насчет уровня всей системы. Сейчас я покажу фото внутренностей некоторых компонентов. Всем заметна гениальная пустота и грустная безлюдность полупустых корпусов. Но давайте лучше посмотрим на это все с другой стороны. Есть такие, кто не мечтал бы о такой башне в 1991 году? Может быть и есть. Но согласитесь. Невзирая на то, что это вовсе не хай-энд. И вряд ли супер качественный хай-фай. Самое главное в этой системе это универсальность и доступность. Да, доступность. Правда не для нас с вами, а для жителей Северной Америки. Где именно эта башня и продавалась. Я специально исследовал каталоги магазинов с электроникой тех лет 90-х годов, пытаясь обнаружить документально подтвержденную цену. Точно такого комплекта я не обнаружил, но нашел похожее. Стоимость колеблется от 800 до 900 долларов за всю башню. Добавим еще пару сотен за марку техникс и получается, что стоимость всего, абсолютно всего комплекта у нас максимум 1200 долларов. Такую сумму мог спокойно заработать студент колледжа на летних каникулах. Особенно если жил с родителями, причем в Канаде или в США. В комментариях к первому ролику отписалось несколько человек из США и Канады, которые владели, которые реально владели этим комплектом в далекие уже 90-е. И они только подтвердили мои предположения. Цитата. Купил я такой комплект, кажется, в Circuit City, это сеть недорогих магазинов США, примерно за 1100 долларов. Для меня это тогда были большие деньги. Да, все верно. Это не копейки. И за такую сумму нужно было повпахивать. Но это совершенно реалистичная ситуация. Вывод очень простой. Перед нами недорогая система студентов. К сожалению, североамериканского. Люди с деньгами в Северной Америке, конечно, покупали уже совсем другую технику. Думаю, что это отличная для своего времени система. Подходящий повод обсудить свои возможности, системы и мечты в далекие теперь уже 90-е. Жду ваших рассказов о тех славных деньгах в комментариях. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписываемся, чтобы не пропустить новые обзоры техники на моих теплых ретроволнах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»